Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работу художников, знакомиться с их автобиографией. Ирландский художник, наиболее известный своими портретами и изображениями военного времени сэр Джон Лаври. Родился 20 марта 1856 года на севере Белфаста. Крещён в церкви Святого Патрика в Белфасте и, будучи ещё ребёнком, переехал в Шотландию, где в 1870-х годах посещал Академию Халдейном в Лазме. Я пользуюсь Википедией переводной. В 1878 году он основал собственную студию, которая была разрушена во время пожара 1879. Получив страховую выплату в размере 300 фунтов стерлингов, он провёл год обучаясь в школе Хизерли в Лондоне. Лаври продолжал своё обучение в Академии Жулиана в Париже в начале 1880-х годов. Вернулся в Глазго и был связан со школой этого города. Лаври учился у Уильяма Баррелла, покровителя шотландских художников. В 1888 году ему было поручено изобразить государственный визит королевы Виктории на международную выставку в Глазго. Это положило начало его карьере светского художника. И вскоре после этого он переехал в Лондон. В 1896 году Уильям Баррелл заказал Лаври написать портрет своей сестры Мэри Баррелл. Этот портрет широко экспонировался и считается одной из лучших работ художника. Другой портрет мисс Баррелл был изменён, чтобы стать портретом Хейзел Лаври «Красная роза». В своих мемуарах художник признал покровительство Баррелла в Лондоне он подружился с Джейвисом Макнилом Уискером и явно находился под его влиянием. Был назначен официальным художником во время Первой мировой войны, однако плохое состояние здоровья не позволило ему отправиться на фронт. Остался в Великобритании и в основном рисовал лодки, самолёты, дирижанты. После войны был произведён в «Рыцаре», а в 1921 году был избран членом Королевской академии. Его работы участвовали в художественных конкурсах на Олимпийских играх 1924 года, 1928 и 1932 года. В это время он и его жена Хейзел были косвенно вовлечены в Ирландскую войну за независимость и гражданскую войну в Ирландии. Они предоставили в пользование свой лондонский дом ирландским переговорщикам во время переговоров, приведших к англо-ирландскому договору. В 1929 году Лаври сделал значительные пожертвования своими работами в музее Ольстера и муниципальной галерее Хью Лейн, а в 1930-х годах вернулся в Ирландию. Он получил почётные степени Дублинского университета и Королевского университета Белфаст. Давний член художественного клуба Глазго Лаври выставлялся на ежегодных выставках этого клуба. Жена Лаври Хейзел была моделью для аллегорической фигуры Ирландии, которую он рисовал по заказу ирландского правительства и была воспроизведена на ирландских банкнотах с 1928 по 1975 год, а затем и в качестве водяного знака, вплоть до введения евро в 2002 году. Сэр Джон Лаври скончался 10 января 1941 года в возрасте 84 лет и был похоронен на кладбище Патни Вейл. Вот так вкратце из переводной википедии о ирландском художнике, который наиболее известен своими портретами, изображениями военной техники, сэр Джон Лаври. Пока-пока, до свидания, смотрим Работы. Работы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok